Это техника, к ней относятся речевые установки, ритм, громкость речи, интонация голоса, пассы, это движение по пассу, вызывающее закрыть глаза, земельный пасс, это пасса. Пассы, прикосновения, поглаживания, удары, тычки, вдохи, выдохи, задержки дыхания, то есть оператор имеется ввиду, и фокусировка взгляда, то есть дипломатического взгляда. Это техническая часть, которую мы должны отработать до автоматизма, освободив сознание от контроля над ней. Потому что сознательно мы будем думать о другом. Поэтому надо это отработать до автоматизма, чтобы эта информация была уже под сознанием. Когда, ну, я думаю, многие, наверное, обучаются в рождении автомобиля, и вот человек обучается в рождении автомобиля. Вот он сейчас объясняет, эту педаль нажать, там скорость включить, это отпускаешь, газ нажимать, и вот он сейчас весь здесь, все сознание здесь, вся концентрация здесь, и здесь товарищи ему говорили, Вася, я тебе вот хотел спросить, да отстань ты, подожди, потому что он весь здесь. Но когда он уже научился, когда эта информация уже в подсознании, все, он может разговаривать с Васей, спорить, а это все автоматически делает. Сознательно вот он с Васей рассуждает, о чем-то говорит, поэтому нам технику надо отработать. Техника должна быть отработана до автоматизма, освободить сознание от контроля над ней. Вторая составляющая, ментальное воздействие, то есть, ну, простым языком, мысленное воздействие. Какую работу мы должны провести при мысленном воздействии? Ну, к примеру, у нас тест на негнабельность, который мы будем отрабатывать, он начинается с того, что мы, ну, наклонили голову назад, закрой глаза, накладываем ладони на голову, локтями, как остается, ты мне там вот так встали. Сейчас я уберу руки, тебя как магнитом потянет назад, но ты не бойся, я тебя подержу. Медленно отнимаем вместе с локтями, отрываем, да, то есть, и как бы тянем, вот, ощущаем вот его тепло, и как вот тянем. Это вот техническая часть. А мысленно мы представляем, как только мы его поставили, говорим, там, встали удобно, расслабься, а мысленно мы представляем конечный результат, что мы убираем руки, а он падает, мы убираем руки, а он падает. Как повтор мысленно мы представляем, что мы убираем руки, а он падает, мы убираем руки, а он падает. То есть мы представляем то, что мы хотим debe выделить от него. Ведь итоге. Это мысленное воздействие. Вот технические мы делаем что-то, а мысленно представляем вот это. Это ментальное воздействие. Или в пассивный транс мы его выводим, да, в тактикне honestическое состояние, в пассивное, что-то подобное состояние. Вот, мы его узд pensa, сядем удобно, расслабься. Круги расслаблены, ноги расслаблены. В итоге, когда он пойдет в странственное состояние, у него закроются глаза. Наши технические аккаунты,omi и Mondo, упо prey. Сядем удобно, расслабься, плечи, расслабились. Расслабились ноги, расслабились, там отходим, вот к примеру, она из техники. Смотрение в центр ладони, ты почувствуешь легкое головокрушение, которое скоро... А, да, сейчас ты почувствуешь, как из моей руки выходит гипнотическая линейка. И ты уж между руками успокоен с ноги. И вверх раз, призывающий закрыть глаза. И медленно мы плывем к нему. Подходим, нога идет, и потом неожиданно для него делаем крючок в области третьего глаза. Спать! На пол головы, пас над головой, вдох имитирующий зиму. Вдох расслабляющий. Вот техническая часть, и потом сразу твое тело спит. Осознание бодрствует. Ты слышишь мой голос, ты чувствуешь. Идет формирование транса, углубление. Это техническая часть. А мысленно, вот второй фактор, мы его усаживаем, а мысленно мы представляем конечный результат. Мы представляем, что он глаза закрыл, головной конкурс. Глаза закрыл, головной конкурс. Глаза закрыл, головной конкурс. То есть на протяжении всего процесса гипнотизации мы мысленно... То есть динамичная в мысли форма. Не в конечном итоге, что он сидит, глаза закрыты и голова наклонена. А вот в динамике, как он закрывает глаза, как голова наклоняется. Как он закрывает глаза, голова наклоняется. Понятно, да? Здесь мы убираем руки, он падает. Мы убираем руки, он падает. То есть динамичная мысль форма. Это очень важно. То есть у нас получается два в одном. Техническое воздействие и ментальное воздействие. Третий фактор. Энергетические воздействия. Имеется ввиду психической энергии. Оператор должен находиться в таких психоэмоциональном и психофизиологическом состояниях, который желает вызвать, ну, пациента. Мы желаем вызвать у него состояние сноподобное. Это состояние называется, то есть гипнотрансовое гипнотическое состояние, оно называется пограничное состояние между подрастом и сном. Сноподобное состояние. Научным языком по Павлову парадоксальная фаза. Вот эти состояния, про которые я говорю, и вот эти термины, то есть они не сообщают, в каком человек должен быть состояние. Это парадоксальная фаза. То есть сноподобное состояние, ну, оно разное бывает. А сейчас я скажу просто простым языком, который поет любая безграмотная бабушка. В каком он состоянии должен быть. И мы должны владеть способностью, сами владеть в это состояние. Это состояние борьбы со сном. Мы все в этом состоянии неоднократно пребываем. Ну, чаще всего, вот, лежишь в постели, уже лег спать. И смотришь телевизор. И вот, ты уже спать хочется, ты засыпаешь, но хочется досмотреть, чем же хочется вот этот фильм. И ты, нет проблем, уснуть. То есть перестал бороться со сном, там, и все, и провалился. То есть ты уже, где уже все спит, ты просто борешься со сном. Или не спал, там, две ночи едешь, в метро сидишь, просто вот глаза закрываются, и в этот момент раз клюкаешь. То есть вот борьба со сном. Каждый человек пребывал в этом состоянии. Так вот, оператор в момент гипнотизации должен находиться в этом состоянии, которое он желает.